Уроки делают по очереди, спать иногда ходят к соседке. В таких условиях живет многодетная семья в Урнарах. Старый дом, в котором семья и так катастрофически не хватала места, разрушается, а строительство нового встало. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Небольшая комната, примерно 5 на 6 метров. В ней живут, представьте себе, 11 человек, муж, жена и 9 детей. Мы нашли комнату в таком состоянии, часть мебели перевернута, часть покрыта полиэтиленом, пленками. Дело в том, что после того, как доски перекрытия крыши начали рушиться, семья была вынуждена начать ремонт. Однажды крыша чуть не придавила мальчиков, которые пришли из школы. Тогда семья Алексеевых Уткиных заняла денег, купила материалы и своими силами начала ремонт. А год назад пришлось поменять пол. У нас было 10 детей. Старшего сына в прошлом году похоронили тоже. Как похоронили, народа много было здесь. Уже пол начал рухаться. Эти балки сгнили, все. Многодятым семьям в нашей стране положено достойное жилье от государства. Вот и они собирались переезжать. Буквально в 30 метрах отсюда стоит новый дом, в который семья Уткиных должна была переехать еще в 2013 году. Пойдемте. Строить дом для Алексеевых Уткиных начали еще в 2012 году. Однако, когда возвели стены, стройка замедлилась. Прошлую зиму он простоял без крыши. Рабочие появлялись все реже. Сейчас нет лестницы на верхний этаж. Не готова отделка, не подведено отопление. Прямо на холодном бетонном полу матрасы. На крыше тоже попало, все текло. Детям школу надо. В среди ночи они переехали сюда. Два дня здесь жили, соседка говорит, идите ко мне. Та же соседка помогает с обращениями во все инстанции. Ответов за пять лет накопилась целая папка. То руководство в районе поменялось, то подрядчик стал банкротом. Один из последних документов, зачитываем, что сейчас ведется прокладка наружных сетей. И к октябрю 2017 года строительство дома должно завершиться. И вы сможете въехать в указанное жилое помещение. Сейчас почти середина сентября. Работ еще очень много. Рабочих мы здесь не видим. Новый срок нам обозначил начальник отдела строительства администрации Вурнарского района. Буквально на этой неделе был разговор с представителем строительной организации. На следующей неделе мы здесь начнем работы по установке, по монтажу труб отопления и радиаторов. Мы планируем до Нового года вручить ключи многодетной семье. Между тем, это не единственный случай в Вурнарском районе, когда многодетной семье буквально негде жить. Так, при предыдущем руководителе отдела строительства для многодетной семьи в деревне Чершкасы-Мураты приобрели непригодный для жизни дом у недобросовестной фирмы. Приговор в Вурнарского районного суда. Директор местной коммерческой организации признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Следует отметить, что ранее был вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Вурнарского района и его подчиненного. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Каждому из них назначено наказание в виде трех лет лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанное с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Надеемся, в этот раз дело не дойдет до суда и приговоров. И к Новому году семья заселится в новый дом. Это мы обязательно проверим. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.